Всем привет! И в этом видео покажу вам свои книжные покупки. Вот такая вот огромная стопка у меня уже успела поднакопиться. Так что, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Начну я с книги, которую читаю на данный момент. Называется она «Караваль». Вот так вот она выглядит. Очень красивая обложка. Я заметила эту книгу очень давно, еще на просторах интернета, когда она еще была не переведена на русский язык. И сразу же, как она появилась в продаже, я ее заказала. Пока я прочитала немного, где-то 60 страниц. Самое интересное еще не началось. Просто такая интригующая завязка. Я уверена, что дальше будет что-то интересное. Безумно красивая. Я вообще обожаю именно вот эту вот серию «Леди Фэнтези» от Азбуки. У меня много книг есть из этой серии. И моя любимая серия «Отбор» именно тоже в эту серию входит. Так что я уверена, что мне понравится. И эту книгу я читаю не только в бумажном виде, но и в электронном через приложение «Литрес». Потому что чаще всего я ношу с собой маленькие сумочки, когда такие вот книги просто не помещаются. И очень удобно, что у меня эта книга есть в электронном виде в приложении, с которого я могу в любом месте, в любое время открыть эту книгу и читать. Вы могли заметить, что я не покупаю классику в бумажном виде. Обычно в моих покупках именно современная литература мелькает. Потому что классику я люблю читать именно в электронном виде. Например, на сайте «Литрес» более 36 тысяч бесплатных книг. Например, я всегда читаю через приложение на телефоне. Даже стоя на кассе в магазине, я могу достать его и прочитать пару страничек. Потому что вы даже можете без сети читать книгу. Вы просто скачиваете ее в офлайне и читаете в любой момент, даже если у вас нету связи. Что мне очень нравится в этом приложении, то что можно настроить странички под себя. Например, я люблю читать на черном фоне. Так намного дольше глаза не устают. И очень удобно читать именно в темноте, перед сном. Есть приложение на iPhone, также есть, конечно же, на Android. И, кстати, что еще мне очень нравится, то что у них есть отдельное приложение с аудиокнигами. Например, я сейчас читаю, то есть слушаю книгу Юнис Бео. Очень много хвалебных отзывов я слышу про его серию про детектива Хари Холли. И сейчас я слушаю первую книгу, которая называется «Нету пырь». Мне очень нравится изюминка аудиокниг в том, что чтец с таким чувством, с такой интонацией читает все эти книги, рассказы. И ты прям погружаешься в этот мир даже больше, если бы ты читала это сама. Поэтому аудиокниги — это просто гениальная вещь, которую придумало человечество. Конечно, в аудиоформате меньше книг, чем в электронном. Но большинство классики есть в аудиоформате, и большинство бестселлеров тоже. Так что даже если вы куда-то идете, на ходу можно слушать вашу любимую книгу. Если вы еще не знакомы с Литрес, то я вам ссылку на сайт и на оба приложения оставлю внизу. Скачивайте, слушайте, читайте. И что очень удобно, что можно не только в онлайне и оффлайне читать, но и скачивать нужный вам формат файла, чтобы, например, перенести его на свою электронную книгу. И для моих подписчиков с Литрес мы договорились на скидку 20% на все электронные книги и на все аудиокниги. Так что если вам она интересна, то переходите обязательно по ссылочкам внизу. Ну и давайте скорее перейдем к следующим покупкам. Это две книги от моего любимого автора, моего автопокупаемого автора. Это Сесилия Ахерн, вторая часть диалогии «Идеал». Это последняя заключительная часть. Первую книгу я читала, которая называется «Клеймо». Она мне безумно понравилась. Она, знаете, какая-то она короткая, быстрая, но при этом история очень запоминающаяся. Мне очень понравились герои, мне очень понравился этот мир, который создал автор. И я уверена, что вторая книга мне понравится не менее. Обязательно буду читать и где-нибудь вам напишу свой отзыв в Твиттере, в Инстаграме и так далее. Может, я бы даже в видео расскажу. И вторая книга называется «Птица Лира». Безумно крутое оформление, во-первых. История про девушку, у которой чарующий голос. То есть все люди, которые ее слышат, они к ней тянутся. И какой-то у нее прям чудесный голос, но на ее семью наложено проклятие. И я не знаю, что там за завязка, но мне кажется, что-то интересное по описанию. Так что тоже обязательно буду читать. Следующая книга от Ас называется «Предшественница» из серии «Детективные». У меня есть из этой серии три книги, вот эта четвертая. И также я хочу, по-моему, «Пропавший» называется. Про пропавшего парня. Пока я ее еще не купила. О ней я узнала на презентации, на которой я была от Аст. Очень она меня заинтересовала по описанию. Тут действие происходит в прошлом и в настоящем. Главная героиня теряет ребенка и переезжает в новый дом, в котором происходят какие-то мистические вещи. Совершенно не знаю тоже подробностей, но уверена, что мне понравится. Обожаю вот эти вот детективные всякие мистические загадочные истории. Далее новинка от моего любимого автора Гиом Миссо, тоже автопокупаемый автор у меня. У меня есть все его книги, переведенные на русский язык. Называется книга «Девушка из Бруклина». Главный герой тут мужчина, хотя я больше люблю, когда главная героиня девушка все-таки. Ну ладно, у Гиома Миссо это простительно. Этот мужчина встречается с девушкой, он ее любит, и в какой-то момент эта девушка показывает ему какую-то фотографию. То, что изображено на этой фотографии, повергает мужчину в шок, и девушка это понимает и пропадает. И этот парень начинает ее искать. Как всегда, у Миссо какая-то загадочная, очень интересная история. Все, что я у него читала, мне всегда нравилось. Его истории не очень запоминающиеся, потому что, когда ты читаешь, они очень-очень интересные. Я просто взахлеб читала его книги, но спустя время они вообще забываются. Но все равно я люблю, это очень крутой автор. Он умеет затягивать свои истории в вас, и я уверена, если вы еще не читали, и вы возьмете какую-то из его книг, они вам понравятся. Далее вот такая вот книга про девушку из чернил и звезд. Девушка или девушка живет на острове, и тоже он какой-то чудесный, загадочный. На этом острове обитает какой-то монстр, и эта девушка должна его как-то победить. И, в общем-то, все запутано магически. Внутри книга очень красиво оформлена. Тут компас, звезды, корабли. Текст очень большой. Я бы сказала, что это такая подростковая книга, сказка, можно даже сказать. Пока не читала, не знаю, но надеюсь, мне тоже понравится. Очередной автопокупаемый автор Сара Джио. Тихие слова любви. Последняя ее книга, когда она очень часто их выпускает. Можно было помедленнее. Но мне нравится, как она пишет, и я с радостью буду покупать ее книги. Тем более, мне очень нравится их оформление. И тут есть очень-очень интересная деталь в качестве вот такой вот закладочки. Как всегда, потрясающее оформление книги с выпуклыми такими рельефными элементами. Вот. Романтика, какая-то загадочность. Тоже нравится. И тут написано, что в мире продано более миллиона книг. Круто. Конечно, я не могла пройти мимо второй книги Ольги Миклашевской. Тайна острова драконов. Что-то, опять-таки, загадочное, фэнтезийное. Про драконов, про пиратов. Я уверена, что мне понравится. Тоже стала моим автопокупаемым автором. И все книги, которые будут у нее выходить, я обязательно буду покупать. Далее книга, которая основана на реальных событиях. И, как я понимаю, автор пишет про себя. Скоро, кстати, выходит фильм с Хлоей Грейс Морец. Называется «Разум в огне. Месяц моего безумия». Тут история про то, как девушку похитили какие-то незнакомцы, и потом она попала в психушку или что-то такое. Я, как всегда, не углублялась в сюжет, потому что не люблю себя спойлерить раньше времени книги. Очень хорошие отзывы на нее, поэтому я не смогла пройти мимо. Вот. Надеюсь, в ближайшее время прочитать. И последние две книги, конечно, как я могла пройти мимо этой серии. «Calendar Girl». «Никогда не влюбляйся» и «Все имеет цену». 18 с плюсом, они у меня еще в пакетиках. Пока вышло две книги, как я знаю, скоро, совсем скоро выйдет третья часть или уже вышла. Тоже она вообще бестселлер. Тут и топ-бьюти, и какие только отзывы тут нету. «USA Today», «Woman Hit». Более двух миллионов экземпляров продано. Ну, вообще бестселлер-бестселлер, что-то наподобие 50 оттенков серого. История про девушку, которой нужен миллион долларов. Да, миллион долларов. И она пошла в эскорт. В эскорт. За 100 тысяч долларов в месяц. Что-то, наверное, интересное. 18 плюс, что-то такое интригующее. Вау-вау-вау. Горячее. Так что, надеюсь, мне понравится. В будущем прочитаю. Не скоро, но прочитаю. Вот. Но мне нравится очень оформление. Красивое. И на этом пока все. У меня, опять-таки, накопилась куча книг для следующих книжных покупок. Надеюсь, вам мое видео на такую тему нравится. Пишите внизу свои комментарии, отзывы на книги, которые я вам показала. Будет интересно почитать ваше мнение, но, пожалуйста, без спойлеров. Не забывайте переходить по ссылкам, которые я вам окажу внизу, на Литрес, на книги, которые я вам показала в этом видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Спасибо вам большое за внимание. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok